Как зарабатывать на всем, что угодно? Сегодня я хотел бы с вами поговорить о шести принципах, которые помогут вам не только зарабатывать деньги на чем угодно, но и вообще обеспечивать успех в любом начинании и в любом процессе. Дело в том, что любой бизнес – это марафон, и не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила, вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, выложу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес. И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится на самом деле – это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у нее был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь – любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело – продать невозможно. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео и продолжаем дальше. Второй принцип – у каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не используют ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег – это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. Некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос, какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу, а когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время? Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете, играете, у вас есть энергия – это уже два, как минимум, ресурса. Третье – вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали, у вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто, если вы уж фанат компьютерной игры, тогда погрузите свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать, потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть, есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. И вот, кстати, вам интересное упражнение. Вы напишите в комментариях тоже, пожалуйста. Очень интересно будет посмотреть, есть ли среди ваших знакомых те люди, которые зарабатывают на компьютерных играх. Или вы знаете, как можно зарабатывать на компьютерных играх. Но даже если отложить компьютерные игры в сторону, есть ли среди вас люди, которые свое хобби или свои интересы превратили в свою профессию. То есть, вы, например, до этого занимались в бухгалтерии, где-то работали, а вам нравилось снимать на камеру что-то, или рисовать, или там вышивать какие-то коврики и так далее. И вы это превратили в бизнес и начали зарабатывать на этом. Если есть среди вас такие, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях, будет интересно почитать. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть, вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация. Но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Тетвертый принцип – нужно всегда начинать с малого. И выбирай маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Но приведу вам пример. Одна японская компания, которая производила велосипеды, когда выходила на американский рынок, они поняли, что американский рынок насыщен велосипедами, и им было трудно выходить на этот рынок. И что они сделали? Они начали выпускать детские велосипеды для детей с ограниченными возможностями. Буквально через год они стали номер один в Америке на рынке велосипедов для детей с ограниченными возможностями. Дальше они расширили свою линейку, выпустили второй велосипед для взрослых людей с ограниченными возможностями. А дальше, после того, как и в этом сегменте они стали лидерами, они начали выпускать уже различные типы велосипедов, но они уже закрепились на рынке. Их бренд уже был известен именно в велосипедном сегменте, и они начали таким образом расширяться. Поэтому каждый раз, когда вы заходите на новый рынок, либо когда вы стартуете новый бизнес с нуля, выберите узкую аудиторию, где еще никого нет. Либо даже если есть, то этот рынок для основных игроков не является важным, и соответственно, качество их продукции, скорее всего, в этой нише очень слабое. Сфокусируйтесь на этой узкой целевой группе, определите их самую главную боль, и станьте тем, кто лучше всех решает эту боль. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, прачечную, СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боли этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нет нормального безглютенового хлеба. Все. Это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, а, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах. И пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Я, конечно, понимаю, что вам, может быть, сходу не очень понятно, как запускать гипотезы и как делать пилотные проекты, но вы должны к этому относиться гораздо проще. Гипотеза – это просто ваше утверждение, которое гласит так. Я считаю, что если я сделаю вот это, то будет вот это. И ваша задача – проверить это на практике. И вот проверка на практике вашей гипотезы – это и будет называться пилотным проектом. И, кстати, я, конечно, понимаю, что для этого нужна определенная насмотренность, и надо быть больше в теме, поэтому, если вам интересны какие-то новые лайфхаки или знания в этой области, переходите ко мне в телеграм-канал, где я делюсь аудиоподкастами, текстами, своими знаниями, как применять такие лайфхаки в своей жизни. И шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». И что самое интересное, происходит чудо. Вот у меня на программе, например, «Год с Маргуланом», когда мы проводим разборы, очень часто бывает так, что бизнесмен, например, ко мне приходит очень много бизнесменов, у которых 5, 6, 7 бизнесов, например. И когда я им задаю вопрос, а почему вы занимаетесь таким большим количеством бизнесов, вы же распыляете свое внимание, они говорят, потому что мы пока не видим перспективы ни в одном из них. Поэтому это у нас вопрос диверсификации. Вот когда я настаиваю на том, чтобы они сфокусировались на одном бизнесе, а остальные продали, делегировали, или передали, или закрыли. И вот когда они начинают фокусироваться на одном бизнесе, происходит определенное чудо. Они начинают видеть перспективы этого бизнеса. Потому что чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому шестой принцип «Усиляй сильное» очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса. И вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается. Сегодня я вам рассказал 6 принципов, как можно заработать на чем угодно. Надеюсь, вы примените их в своей жизни. Желаю вам удачи.